Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! В нашей программе мы говорим о психологии, о переживаниях, с которыми сталкиваются люди ежедневно или в течение длительного времени. Мы готовы слушать ваши истории, рассказываем что-то из своей практики, из своей жизни, обсуждаем. Вы можете нас перебивать, звонить по телефону прямого эфира, который появляется на экранах ваших телевизоров, перебивать нас, включаться в дискуссию или задавать какую-то свою тему. Мы открыты для диалога. Я хочу добавить к тому, что сказала Елена, может быть, даже немного скорректировать. Кажется, мы уже не столько о психологии говорим, как о науке, изучающей психическую деятельность человека, нормальную психическую деятельность, сколько мы говорим о самой науке, о людях, которые являются носителями психических структур. То есть это, скорее, попытка разговора о нас с вами. Поэтому какие-то истории. Поэтому мы стараемся их не очищать до варианта удобоваримости для нас. Ну, типа, вот из этой истории вот это мы не будем брать, а вот это вот касающиеся психологии. Поэтому, да, если у вас есть какие-то истории, которые гнездятся в вашей голове и сопровождаются какими-то вопросами к самим себе, может быть, к окружающим, может быть, у вас есть какие-то переживания и чувства, которым не сильно есть место в окружающей какой-то действительности, мы вот пробуем об этом, обо всем говорить. Да, добрый, добрый вечер. – Хотела сегодня предложить тему. В один из прошлых наших прямых эфиров к нам дозвонилась женщина, которая пожаловалась на то, что она уже на протяжении нескольких лет непонятно чем болеет, но все время испытывает какие-то недомогания. Звонок был под занавес нашей программы. Нам не очень удалось про это поговорить. Если можно вернуться к этой теме, и вдобавок, вот такой запрос на сегодняшнюю нашу программу, запрос от женщины, которая на протяжении длительного времени, можно сказать, даже нескольких лет, испытывает проблемы со сном. С одной стороны, это можно назвать бессонницей, но она проявляет себя разным образом, эта бессонница. То есть это не всегда трудности с засыпанием. Иногда это после насыщенного дня засыпание происходит, но она просыпается периодически в 3 часа ночи и больше заснуть не может. Она с утра идет на работу. Вопрос, что можно с этим сделать? Всегда ли, при каких симптомах необходимо обращаться к специалисту именно с приставкой «пси»? Психологу, психотерапевту, психиатру или к неврологу идти? Может быть, есть какие-то способы самопомощи для засыпания или для прояснения тех вопросов, которые не дают заснуть? Или вынуждают просыпаться и не спать потом? — Ну, очень объемный, Елена, вопрос. Вы или тему обозначили. Так я, наверное, скопом не буду на все отвечать, иначе размазано получится. — Я вам предлагаю выбор, чтобы вы сами выбрали то, может быть, узенькое направление, которое мы можем осветить за время нашей программы. Понятное дело, что тема очень объемная. — Ну, в первую очередь, я вот бы о чем сказал, что, конечно, бессонница как нарушение может сопровождать большое количество различного рода заболеваний. И, в первую очередь, инфекционных заболеваний, да, ну, кто-то там… — Даже так? — Ну, человек болеет гриппом, там, еще, да, новомодными какими-то заболеваниями. Не спит, потому что у него высокая температура, потому что у него что-то болит и так далее. То есть мы, наверное, это опустим, потому что там обычно сон нормализуется тогда, когда основное заболевание сходит на нет. Вот. Есть бессонницы, которые сопровождаются, ну, не только инфекционными заболеваниями, неврологическими расстройствами, хирургическими расстройствами тоже сейчас не буду. Ну, например, сопровождающиеся, там, болевым каким-то синдромом, да. Вот. Бессонницы физиологического характера, которые сопровождают людей, работающих, там, смену перелетающих из… вот в командировки, там, да, из региона в регион. Ну, это очень большой такой массив. Вот что касается психотерапевтической стороны, вот, может быть, я на этом бы остановился. То есть человек… вот, наверное, так. Человек с нарушением сна обычно все-таки идет, скорее всего, к терапевту, ну, так рассмотрим путь обычного человека. Он приходит в поликлинику к своему терапевту, на что-то жалуется. И вдобавок редко, в первую очередь, говорит, я еще не сплю. Да, ну, потому что со сном люди обычно сами стараются как-то побороться, восстановить его, и он нормализуется. Вот. Но когда он не нормализуется, идут к терапевту, жалуются, в том числе, на отсутствие сна. Да, и терапевт либо что-то назначает интуитивно, как-то обычно речь идет об успокоительных, о каких-то нормализации режима, да, спрашивать, не было ли каких-то стрессовых моментов в попытке привязать бессонницу к чему-то, да, после чего вы перестали спать, да. Потом, может быть, к этой ситуации подключается невролог, который совершает свой осмотр и какой-то свой вердикт выносит, и, может быть, какие-то причины для бессонницы находятся. И вот к психотерапевту или к практикующему психологу человек с бессонницей попадает, обычно пройдя вот предыдущие стадии. А если он попадает сразу, то чаще всего мои коллеги направляют его по, ну, может быть, к терапевту не направляют, но к неврологу для того, чтобы проверить какие-то неврологические возможные аспекты. Вот, и он, значит, этот человек попадает, когда, ну, вроде бы, никаких таких нарушений органических, как говорят врачи, не было обнаружено, да. То есть это бессонница такого функционального характера. Ну, то есть проходит человек обследование, и там условно ему пишут все в пределах нормы. Функционального характера – это, значит, сон – это функция же, да, функция, по сути, работы головного мозга, да, сон и бодрствование. Вот эта функция нарушается по каким-то причинам. И в кабинете у психотерапевта, ну, по крайней мере, вот, как я могу о себе сказать, наверное, опять же, о коллегах, мы говорим о том, что, ну, во-первых, сон, безусловно, это такой физиологический процесс, то есть что-то там с головным мозгом, говорит человек, что-то он не может у меня успокоиться, да. Но этот физиологический процесс всегда сопровождается, или часто сопровождается, скажем так, каким-то осмыслением человека. То есть человек что-то по этому поводу, по поводу собственной бессонницы думает. И вот об этом его, об этих его размышлениях обычно речи и в кабинете у психотерапевта происходит. А как вы вообще понимаете, почему вы не спите? Ну, хотя бы формально начинать, да, с какого момента, с чем вы это связываете и так далее. То есть у человека есть какое-то свое собственное представление, и очень часто оно дает какие-то ключи определенные, да. Ну, я не сплю, потому что мой супруг сейчас в командировке, в очень важной для него, и у меня с ним нарушена связь. То есть он не может мне позвонить так часто, как хочет, да. Я за него переживаю. То есть... Вот буквально на днях у меня была история, когда знакомая мне рассказала, что муж ее уехал на разработке каких-то там новых месторождений. Вахта три месяца, и три месяца телефон... Ну, там нет, просто сотовой связи. Это еще пока дикие земли. Вот, и в этом плане люди начинают по этому поводу что-то думать и переживать. То есть мы здесь подошли к одному из важных моментов, который, наверное, стоит понимать и который, по крайней мере, стоит обозначить. И тем самым бессонницу как нарушение ввести под крыло психотерапии, например, да. Бессонница очень часто связана с тревогой. То есть бессонница, ну, в определенном смысле проявление тревоги или такая верхушка айсберга тревоги. Тревоги осознаваемой, то есть чувствуемой человеком. Как он может чувствовать тревогу человек? Сердцебиением повышенным, да. У него, он говорит, что-то вот я чувствую, что я какой-то взбудораженный в последнее время, да. То есть у меня бьется сердце, я как-то вот, ну, суечусь, там, хожу. Дружка хоть в теле люди испытывают. Да, да. Вот. Я все время вот какой-то, ну, разные эпитеты есть, да, в русском языке их много. От осознавания. Все время напряжение, которое, не знаю, повышает пугливость от резких звуков, от каких-то там, не знаю, движений других людей резких. То есть люди драги пугаются. Или это бессонница, может быть, не сильно, тревога не сильно осознаваема самим человеком. Он говорит, что мне, собственно, не о чем тревожиться, но о тревоге мы узнаем по беспокоящим мыслям. То есть он говорит, я вроде ни о чем не тревожусь, но вот там половину ночи я не могу заснуть, и в моей голове крутятся мысли, которые меня беспокоят. Причем изначально это могут быть мысли, ну, например, там, как я завтра пойду на работу, мне рано вставать, там, и так далее, да. Потом появляется вторичная тревога. Если я сейчас не засну, я не высплюсь. Вторичная тревога уже возникает, да. Если я сейчас не засну, я не высплюсь. Ну, и там пойдет все дальше, да. Как я приду на работу, я там буду вялый. Вот, и, ну, вот такое колесо тревожное, да, такой тревожный круг, вот человек в этот круг попадает. И в этом смысле, конечно, там, препаратами выбора раньше и сейчас в определенной степени для бессонницы были, ну, так называемые успокаивающие препараты, то есть снижающие тревогу. То есть это могут быть препараты, у которых основным, основной мишенью является тревога, да, или препараты, у которых, скажем так, тревога снимается сопутствующим, ну, там, вторым и третьим темпом, скажем так, да. Вот, но поскольку мы все-таки с вами здесь не от неврологов выступаем, а от психотерапевтов, от психологов, поэтому помимо вот этой физиологической стороны материальной, ну, то есть материю нужно успокоить материей, да, таблетка – это материя, мозг – это тоже материя, да, одну материю мы успокаиваем другой. Но мысли, они не материальны, и таблетка на мысли действует только опосредованно, мысли, некоторые мысли никуда не денежат. И временно, на время действия таблетки. Ну, если у нее накапливаемый эффект, то может быть и немного надольше, но об этих мыслях, об этих переживаниях, об этих размышлениях мы тоже, собственно, начинаем разговаривать. Скажем так, в какой-то степени или часто бывает, что бессонница у людей является одним из первых признаков, ну, скажем, определенного диссонанса во внутреннем мире. То есть у человека все хорошо, он живет, исполняет какие-то функции, потом он начинает хуже спать. Я сейчас не беру, опять же, бессонницу, которая, ну, в пожилом возрасте возникает, бессонница пожилых, там, своя история определенная, да. Алексей, вот у вас такая практика многолетняя. Приведите пример, пожалуйста. Какие мысли, не дающие заснуть, обнаруживают у себя ваши пациенты? Ну, кроме вот тех поверхностных, что вы озвучивали, завтра я на работу, опять мне вставать рано, не высплюсь. Вот вы очень точно, Елена, сейчас сказали о поверхностных мыслях, потому что мы можем говорить, и в психотерапии это прослеживается, что у мыслей есть определенная глубина, если хотите. То есть есть что-то на поверхности, ну, например, завтра я там не высплюсь и не пойду, не смогу пойти на работу, или завтра у меня ответственное какое-то там мероприятие. И завтра, и послезавтра мне дали серьезную должность, я ее очень хотел, меня назначили, но я перестал спать с этого времени, да, вот с момента назначения на должность. Да, очень часто, кстати, что тоже интересно, не плохие события, ну, условно называемые плохими, а хорошие события тоже приводят к бессоннице, да, человек долго хотел занять какую-то должность, человек, молодая женщина готовилась к... Была назначена определенная, ну, дата бракосочетания, она перестала спать, и она приходит и говорит, слушайте, доктор, у меня все хорошо, вот если вы думаете, что у меня все плохо, что это... Доктор, сделайте что-нибудь, иначе я на свадьбе буду с синяками под глазом. Да, вот если вы думаете, что мы там с мужем ругаемся, ну, с будущим, да, с моим избранником, если у меня... У меня все замечательно, у меня вот свадьба на знаниях, но я перестала спать. Вот, и возвращаясь вот к вашему обозначению поверхностных мыслей, за которые я уцепился, мы можем сказать, что это, кстати, часть психотерапевтической работы, которая заключается в том, чтобы посмотреть, а что под поверхностными мыслями у людей, под теми мыслями, в которые они иногда сознательно не заглядывают. Ну, та девушка, о которой я говорил, которая накануне бракосочетания, ну, как накануне, да, до бракосочетания еще там три или четыре месяца. Ну, обычно же, не вот завтра все это, да, вот. А там масса вопросов возникает, у нее возникло, и они почти, как это, до поверхности осознавания дошли. А вообще это тот парень, с кем я хочу связать свою жизнь, ну, на какие-то долгие годы. Тот человек, с которым я хочу рожать детей, да, как вообще повернется наша жизнь, потому что мы, это я сейчас озвучиваю то, что потом было найдено и добыто, да, в процессе. А вообще-то нам придется с ним переезжать, мы уже решили, мы очень хотели, мы будем переезжать из, ну, и в свое собственное жилье, жить вдвоем. Я никогда не жила там без родителей, да. Или наоборот, там одна из историй. Мы договорились, что мы переедем к родителям супруга. Честно говоря, у меня с его мамой не очень сложились отношения. Ну, то есть, с ним у меня замечательно, я с его мамой, и я не очень понимаю, не очень знаю, как я вот буду с ней. Вот, она, как мне кажется, считает, что я не очень хороший выбор для ее сына. Вот, и она бы хотела, но она так вот сквозь зубы все это, значит, прячет. Но я-то по ним, я-то, я чувствую, что она ко мне вот так вот относится. И все это, поговорить с мужем я об этом не могу, с будущим, да, с женихом не могу. Ну, нет, я с ним могу, я с ним разговариваю. Он говорит, ну, слушай, ладно, что ты переживаешь, все будет замечательно. Мама хороший человек, мы ее это убедим, там, и так далее. Вообще, мы же с тобой хотели. Ну, то есть, он вот, да, с будущей, как это, свекровью я поговорить об этом не могу. Со своей мамой говорю, она говорит, ну, а что ты переживаешь, ну, вот мы все в такой... Ну, и так далее, да, то есть, вот, как иногда я говорю, для переживания мыслей нет места в жизни. Внутри семьи. Да, где можно было бы их разместить. Не потому, что люди плохие, не потому, что они злые, не потому, что они отвергают как-то, да, а потому, что для вот этой молодой женщины возникла некая реальность новая, известная или открываемая только ею самую и неизвестная для людей, с которыми она может общаться, да. И в этом... Конечно, у нее возникают свои страхи, при этом другие члены семьи, тот же жених или свекровь, или свекор, они могут просто хорошо держаться, но при этом они свои какие-то страхи испытывают. Свекровь, например. Ну, я фантазирую, конечно, да, как я буду делить с невесткой кухню. Я привыкла там все время хозяйничать одна. Ага. Условно. Да, конечно, конечно. Тут вот, когда вы сейчас говорите, а у других тоже возникают страхи, внутри психотерапии иногда возникает вопрос, или, ну, достаточно часто он возникает в начале, когда человек говорит, я понимаю, что другие тоже переживают, но со мной что-то не так, потому что я вижу, что они не обращаются к психотерапевту. Ну, то есть мой жених же не идет к психотерапевту, его мама же не идет к психотерапевту, я знаю, что они не ходят, да, то есть они каким-то образом справляются. Ну, то есть он говорит, например, слушай, я тоже переживаю, но все будет нормально, да. Они справляются, а я нет. Я нормальная, доктор? Я не справляюсь, да. И здесь недалеко до вопроса, вообще, что со мной, я вообще нормальная или ненормальная, потому что, ну, там с бессонницей могут быть еще какие-то компоненты, которые, я вообще, вообще вот с детства такая тревожная, мнительная, говорит эта женщина, да. Вот, и тут масса каких-то вопросов возникает. То есть, возвращаясь к генеральной теме сегодняшней, которую вы, Елен, задали, мы можем, наверное, сказать, что бессонница – это такая дверка, очень часто это дверка во что-то, что проявляется как бессонница, это такой дёрни, дёрни, деточка за веревочку, да, дверка и откроется. Вот мы дёргаем за эту веревочку, или человек уже дёрнул, и там оказался, и этот мир начинает его тревожить, он начинает его пугать. И самими мыслями, и их стойкостью, и их навязчивостью, и накоплением страхов и так далее. Алексей, какую работу может проделать сам человек, ну, уже понимая, там, не знаю, посмотрев нашу программу, что это дверка, вот, в какие-то переживания, в какие-то там, не знаю, модели, мысли повторяющиеся. Что можно сделать? Это очень сложный вопрос, Елен, потому что он, с одной стороны, очень простой, и, как и все вопросы, что делать, если у тебя изжога, да, и ты лезешь в интернет, и там что-то забиваешь. Что делать, если у тебя бессонница? И масса каких-то вещей вываливается. И человек на себя каким-то образом примеряет. Я думаю, что... Начать... Хорошо, спрошу. Вы в своей работе какую-то дополнительную практику за пределами кабинета предлагаете своим пациентам? Вы имеете в виду практику... Я вам скажу. Я вас, наверное, подвожу к ответу, который я сама себе придумала. Мы несколько раз в наших программах, обсуждая тоже различные переживания, вопросы, которые стоят перед людьми, и вы рекомендовали вести дневник. Вот, наверное, я конкретизирую. Подходит ли в этой ситуации тоже рекомендация введения дневника вот этих своих навязчивых мыслей. перед сном? Подходит, безусловно. Я хотел к этому подойти, но в этот раз я хотел подойти к этому, сделав шаг еще раньше. То есть я встречаюсь с тем, что когда людям на консультации, на приеме говоришь, что им нужно или можно было бы вести записи своих переживаний, по большому счету, это не такая простая мысль, не такая простая рекомендация, как казалось бы. Купить тетрадку, ручку, все это стоит очень недорого, сядь вечером или утром, да, или ночью. Сложности оказываются, сложности несколько, да. Первая сложность, ну, а мне это поможет, ну, то есть... Сомнения. Хорошо, да. И то же самое можно спросить про таблетку или что-то другое, да. Человек хочет заглянуть в будущее. Вообще сам по себе этот вопрос вместе с бессонницей обладает очень... Это как еще одна отмычка, да. Что поможет, что не поможет. Еще одна глубина. Да. Еще один момент. Это вообще абсолютно новая практика иногда для некоторых людей замечать события своей внутренней жизни. Большая часть людей замечают события только внешней жизни. И внутренней жизни, как таковой, для людей нет. Там, может быть, есть скорее рефлексы, сполохи, гормоны и реакции, ну, для человека. То есть они к себе относятся как к биологическому какому-то существу, да. Ну, который мыслит. Но разговоры, разговор о том, что у них есть какая-то внутренняя жизнь, что у них есть какие-то... Что они каким-то образом производят смыслы для самого себя. Что они, даже когда они жуют или едут на машине, или еще делают какие-то, может быть, обыденные вещи автоматически, внутри них что-то продолжает происходить и что-то продолжает рождаться. Что для этого нужна пауза определенная, ну, сесть. Для этого нужно в своем привычном режиме выделить, найти какую-то лакуну времени, причем делать это регулярно. Причем еще одна сложность. Нужно найти какие-то слова. Человек говорит, я сразу думаю, что у меня не получится. Я говорю, почему? Он говорит, скорее всего, я буду писать примерно одно и то же. Я не сплю, думаю о том, что я завтра не высплюсь. Вот. То есть, в этом плане как будто человек замечает очень бедный слой своих собственных размышлений и попытка его каким-то образом... ты-то начинает испытывать за свою эту бедность. Я... эту фразу я буду писать одно и то же. Нет, он говорит, а зачем я буду, ну, так сказать, садиться? Я вам сейчас все скажу на две недели вперед, о чем я думал. То есть, вот, а нужно определенное усилие. Я бы так сказал, что бессонница в определенном плане, как и другие нарушения, но сейчас не буду туда уходить, бессонница в определенном плане требует, ну, как это сказать... Воспитание самодисциплины. Уважение к ней, ну, к ней как к симптому, потому что для того, чтобы с ней что-то сделать, нужно начать ее уважать. Что значит уважать? Принимать всерьез. Не как какой-то мусор какой-то, да, а с уважением к ней появляется уважение к самому себе, потому что я, ну, потом это появляется. Уважение к своему внутреннему миру. Вот я тут немножко тоже замикаю. вот именно так. Поэтому там масса проблем, почему хорошая рекомендация вести дневник или вести записи. Человек скорее будет чужие дневники читать. Это сейчас интересно, модно, популярно. Как кто-то другой описывает свою собственную жизнь. А попроси его описать свою собственную жизнь в дневниковых записях, он скажет, да у меня все одно и то же. И это тоже еще один из таких подходов к бессоннице. Я бы так сказал. У нас немного времени до конца программы какой-то итог подведем. Мне кажется, мы не договорили в этой теме, еще можно поговорить, потому что я вас перебила, когда вы начали готовиться к тому, чтобы перечислить способы взаимодействия, да, не хочется говорить борьбы с бессонницей, а именно взаимодействия. Ну, может быть, наши зрители нас к этому пододвинут, если этот разговор сегодня, затравка была интересной, звоните нам в следующий раз, и мы продолжим. Мне интересна эта тема. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что ВКонтакте, в социальной сети есть группа, которая называется «Разговор по душам на Самаре ГИС». Там архив видео подгружен всех наших программ. Вы можете читать комментарии. Почти всех. Почти всех. Мы обновим, все будет в порядке. Принимайте участие в обсуждениях, предлагайте свои темы. Вы можете подумать заранее, с каким вопросом вы можете позвонить к нам на прямой эфир и присоединиться к нашему разговору. Алексей, вам несколько слов сказать до свидания. Да, ну, всего доброго, увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин